приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как сбросить пароль циска для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицирован инструктор академии циска линукс профессион института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированной кадры ну и как раз сегодня мы повышаем вашу квалификацию мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе ланин байдуин обучение на практике или практическое обучение соответственно я вам все показываю рассказываю демонстрирую объясняю но ваша задача за мной это дело все повторить как результат вы получите те самые знания умения и навыки таким образом поехали ну и традиционно коллеги начнем с теории собственно что важно когда понадобится восстановление пароля здесь несколько вариантов вариант номер один айтишник куда вы пришли работать да на новую работу старый айтишник просто-напросто сдох с голоду соответственно ему не платили деньги ну и как результат он умер и внес могилу вот все свои логины пароли и все остальное плохо плохо да вариант номер два айтишник который был до этого на этой фирме куда вы пришли работать просто-напросто свалил за бугор например учился у нас на курсах да вот закончил курс и циска сертифицировался получил работу международной компании и просто-напросто свалил поэтому что это означает это означает что вы должны задуматься в первую очередь раз вы сбрасываете пароль значит работодатель куда вы пришли работать не хорошо поступил с бывшим айтишником с бывшим инженером поэтому вы как минимум должны задуматься как максимум нужно идти на курсы циска учиться сертифицироваться ну и собственно мы поможем с работой и вы свалите тоже куда-нибудь где платят деньги нормальные деньги поэтому коллеги задумайтесь об этом поехали дальше следующий важный момент то что специально для вас я приготовил статью в нашем блоге это восстановление пароля циска где детально всё расписал как это делать соответственно мы посмотрим сброс пароля на маршрутизатора циска и на коммутаторах причем я сделал еще что на из 3 коммутаторах ну и показывать тоже буду вам на их 3 коммутаторы вот такие у нас планы на сейчас и так поехали что меня здесь важного так это что у меня такое это у меня коммутатор вот это что это у меня маршрутизатор и так меня есть маршрутизатор вот он да я к нему подключился я ввожу enable система спрашивает пароль ну и если я сюда пытаюсь что-то там ввести то система пароль не принимать значит что важно пароль может быть коллеги кстати может быть не обязательно сбрасывать пароль пароль может быть или циска циска и как пишется сиску до си айси у или вариант номер два класс класс дело в том что когда человек учится на курсах циска то обычно на оборудовании на лабораторном оборудовании ставятся вот такие вот пароли си эл и с с ну или циска если это не подходит то есть у меня явно не подходит система пишет bad password соответственно пароль не подходит и его нужно сбрасывать и так как же сбросить пароль на маршрутизаторы значит что важно то что нужно в консоль каким-то образом отправить break break да то есть это есть клавиши такая на клавиатуре если у вас клавиатура полноразмерная у меня например ноутбук здесь вообще клавиши break нету поэтому надо найти клавиатуру нормальную где из break на некоторых маршрутизаторах нужно отправить control break коллеги поэтому вот вот такие вот важные моменты значит тут вы должны посмотреть программу эмуляции терминала которые вы пользуетесь может ли она отправить вот этот самый break да то есть вот пути например пути отправляет я пользуюсь пути отправляет нормально если вы например под линуксом например тут что тоже нормально до или там под маком соответственно там есть такая программа миником она в принципе очень классная мы тоже ею пользуемся на линуксах но что важно то что в линуксе вот control break не отправляется в мини коми до соответственно там есть комбинация клавиш control и потом z потом f или control и а потом f поэтому коллеги еще раз нужно почитать в первую очередь документацию на вашу программу эмуляции терминалом как отправить вот этот break или control break это на более старых маршрутизаторах если у вас более новый маршрутизатор вот как у нас например то соответственно на этих маршрутизаторах никакие комбинации хитрые посылать не нужно для этого нужно просто-напросто достать флешку из маршрутизатора да то есть вы полностью выключаете питание достаете флешку там compact flash ну такая она широкая до compact flash включаете питание и вы должны попасть так называемый роман монитор роман монитор и как результат то есть вы должны увидеть надпись роман 1 соответственно я сейчас да где моя где моя вот моя циска да вот она еще работает сейчас я коллег попрошу чтобы они выключили питание нажали это достали флешку и включили питание и вы трое вдвоем выключите маршрутизатор r9 и достаньте флешку пожалуйста так ждем пока коллеги это все сделают итак маршрутизатор включился что мы видим то что роман и не целая зит да то есть все наш роман монитор инициализировался flash not present вот ну и соответственно вот мы попали в в этот этот роман монитор так 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 давай загружайся 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 итак маршрутизатор загрузился значит что такое роман монитор коллеги роман монитор это что-то типа биоса который позволяет управлять вашим устройством да то есть если на компьютерах из биос то можно выбрать всякие параметры вашего компьютера там да вот всякие настройки такие системные глобальные вот тоже самое можно делать и в роман мониторе и так что нам нужно сделать там нужно поменять так называемый конфигурационный регистр для того чтобы маршрутизатор мог загрузиться и при этом он не читал начальную конфигурацию startup конфиг да то есть нужно так сделать чтобы начальная конфигурация не читалась но он загрузился итак поехали чтобы это сделать пишем konf рек пробел 0 x 2142 вот здесь важно коллеги не лохануться потому что если вы ведете другие цифры то может все закончится печально ваше устройство может превратиться в кирпич так нажимаем enter что мы видим то что система говорит необходимо перегрузить устройство чтобы изменения вступили в силу и вот здесь вот важно вставить флешку опять в маршрутизатор и вы трое вдвоем вставьте пожалуйста флешку в маршрутизатор ждем пока коллеги вставят флешку так флешка готова дальше я ввожу команду ай это и не целайс ну или можно reset напишет сайт нажимаем enter ну и по сути сейчас выполнится перезагрузка и будем уже загружаться но при этом и и загрузится распакуется да все как положено но при этом не будет вычитываться startup конфиг видим что началась распаковка иоса ну и собственно здесь необходимо подождать пока это дело все загрузится маршрутизатор загрузился предлагает нам войти в диалог автоконфигурации мы здесь нажимаем но и соответственно продолжаем дальше и так что нам нужно дальше сделать коллеги следующий этап это нам нужно перейти в режим глобальной конфигурации вот установить пароль до скопировать конфигурацию установить пароль ну и поставить регистр назад и перегрузить это дело все итак поехали значит что я делаю так дальше так это он до загрузился значит итак поехали дальше значит делаем enable видите да пароль у меня уже не спросился почему но потому что маршрутизатор загрузился и не вычитал никакой конфигурации так он конфиг терминал пишем перешли в режим глобальной конфигурации собственно так 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 они сначала надо скопировать до извините сначала скопируем конфигурацию и так копии стартап конфиг пробел ранен конфиг копируем так прекрасно скопировалась переходим в режим глобальной конфигурации вот и меняем пароль с помощью команды и ней был новый secret enable secret так enable secret и ставим пароль например циска все прекрасно пароль поменялся следующее что мне нужно сделать это изменить конфигурационный регистр назад то есть чтобы при загрузке устройства теперь уже вычитывался стартап конфиг да потому что ну вдруг вы перезагрузить это загрузится пустой что тогда вот поэтому нужно поменять все назад и так конфиг речис терм ноль x 2102 важно не ошибиться потому что можно устройство превратить в кирпич и так прекрасно значит все установилась ну и следующий этап это сохраняем конфигурацию для это пишем копии копии ранен конфиг пробел стартап конфиг так сохранили ну и последний этап что нам осталось сделать это перегрузить устройство чтобы все эти изменения уже вступили в силу и мы могли как говорится спать спокойно и так релот энтер система просит подтвердить подтвердить да я нажимаю confirm так и собственно дальше начинается перезагрузка опять-таки процесс загрузки может занять некоторое время здесь нужно просто подождать маршрутизатор загрузился давайте попробуем войти в режим глобальной конфигурации для это пишем и не был система спрашивает пароль ну и мы вводим тот пароль который поставили на предыдущем шаге я вожу циска вуаля пожалуйста вот меня все получилось дальше давайте проверим конфигурационный режим для это пишем show version нажимаем enter так и здесь где-то должен быть написанный так вот в конце написан конфиг рек 0 x 2102 то есть мы все вернули на место как положено да и собственно убеждаемся в том что у меня все ой 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 так у меня все работает дам почти все работает так сетью что-то не то но восстановили show ip интерфейс бриф что-то у меня сетью сетью сеть не настроена но тем не менее мы пароль восстановили вот собственно коллеги такой принцип восстановление пароля на маршрутизаторе циска двигаемся дальше следующее что нам осталось сделать это восстановить пароль на коммутаторах собственно здесь есть нюансы в зависимости от того какой вас коммутатор ну например l2 коммутатор классический да или l3 я буду показывать на l3 почему на l3 ну потому что он мне попался под руку здесь ситуация аналогичная так где мой коммутатор вот он да значит делай enable нажимаю enter ввожу пароль пароль значит и видите система не пущает не пущает вот такая вот картина маслом поэтому попробуйте или циска или класс если не подойдет то соответственно только сброс пароля дальше как же сбросить пароль следующий этап как попасть вот этот самый roman монитор для этого коллеги на коммутаторе с левой стороны есть маленькая кнопочка над ней написано mode 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 таким образом вам нужно нажать на эту вам нужно выключить питание дальше нажать на эту кнопку и включить питание дальше кнопку не отпускать то есть вы кнопку держите включаете 220 значит и смотрите на индикатор сист сист он вначале будет мергать зеленым потом оранжевым потом еще каким-то там ну и вот когда он у вас перестанет моргать будет гореть непрерывно вы тогда кнопку mode отпускаете да то есть вы ее отпускаете и соответственно светодиод индикатор должен быстро быстро зелененьким заморгать и это означает что вы уже попали в roman монитор и так и вы трое вдвоем пожалуйста там да то есть один пускай нажимает на молот а второй пускай там включает 220 пожалуйста вот помогите индикатор быстро быстро моргает зеленым цветом ну и мы видим в консоли то что вот пожалуйста я попал в этот самый roman монитор ну а здесь процедура на самом деле похоже и так первое что мы делаем это вводим команду flash и нет для инициализации работы с флешкой для инициализации работы так это маршрутизатор это коммутатор так прекрасно все это дело инициализировалась следующий этап коллеги это ввести команду лот helper что важно то что эта команда она не на всех коммутаторах присутствует то есть смотря какой вас коммутатор на старых она работает а вот на новых вот например я сейчас веду видите у меня не работает потому что это у меня l3 коммутатор если у вас более старые 2 то все должно здесь как говорится сработать поехали дальше следующий этап коллеги это нужно переименовать файл начальной конфигурации да то есть мы его меняем потом загружаем коммутатор и потом переименуем опять назад то есть нужно так сделать чтобы при загрузке начальная конфигурация не вычиталась а в этой начальной конфигурации по сути пароль который вы не знаете поэтому давайте переименуем переименовывать будем с помощью команды ренейм ренейм flash значит конфиг текст в конфиг old то есть мы конфигурацию переименуем прекрасно переименовали следующий этап это нужно уже загружать коммутатор для этого пишем команду будет будет и собственно загрузка начинается распаковка иоса и здесь необходимо подождать пока все это дело загрузится дальше система спрашивает войти в режим авто конфигурации я здесь нажимаю но так ну прекрасно мы загрузились ну и соответственно дальше можем уже менять пароль на новый и так переходим переходим в режим глобальной конфигурации видите меня все пустила без какого-либо пароля таким образом система загрузилась без пароля следующий этап коллеги переименовываем обратно конфиг текст и соответственно по сути вернем назад нашу конфигурацию так 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 здесь enter подтверждаем получилось следующий этап коллеги это нам необходимо как скопировать файл начальной конфигурации в в в текущую да поэтому пишем копии стартап конфиг конфиг куда в ранен ранен конфиг нажимаем enter если у вас более старый коммутатор l2 то вас эта команда должна отработать без ошибки но у меня коммутатор l3 я специально взял l3 чтобы показать как это делается на l3 то собственно система выдает ошибку но при этом у нас если мы посмотрим до шоу стартап конфиг видите он у меня есть вот с паролем который я не знаю да то есть он у меня есть но получается что я не могу не могу его скопировать вот такая вот особенность l3 коммутаторов что делать для этого мы собственно делаем команду копий конфиг текст в ранен конфиг вот такая вот хитрая команда это еще раз на l3 коммутаторах так на l3 коммутаторах так 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 подтверждаем подтверждаем вот все у меня инициализировалась кстати при копировании в текущую конфигурацию то собственно опции команды дописываются да то есть конфигурация дописывается ну и вот вы видите что дописалась что-то там у меня настройка паролей каких-то там да вот собственно все это дело отработало и так следующий этап это установка уже нового пароля для этого переходим в режим глобальной конфигурации конфиг терминал так ну и собственно ставим пароль с помощью команды enable secret так на блэ secret secret ну и ставим пароль циска например да так установили прекрасно следующий этап это нужно скопировать файл текущей конфигурации в начальном для этого пишем копии ранен конфиг пробел стартап конфиг так продолжить да все скопировано таким образом мы восстановили пароль на коммутаторе ну давайте убедимся что да действительно у меня теперь все работает без всяких сбоев для этого я делаю релот релот это перезагрузка энтер подтверждаем ну и собственно здесь необходимо немножко подождать пока коммутатор перезагрузится и так проверяем так делаем enable собственно система спрашивает пароль вводим пароль который я ввел на предыдущем шаге это пароль циска нажимаем enter вуаля получилось ну и вот теперь мы проверяем что у меня да действительно все даже работает таким образом коллеги мы успешно сбросили пароль и на коммутаторе и на коммутаторе так ну так 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 ну вроде бы всем по сегодняшнему мастер-классу и так коллеги давайте подытожим мы детально посмотрели как выполняется сброс пароля на маршрутизаторе циска при этом я рассказал про основные нюансы это про break control break и всякие другие моменты про извлечение флешки это не везде пишут да и не все об этом знают и мучаются посылают эти брейки она не работает и посмотрели детально как сбрасывается пароль на коммутаторе при этом я это все показал вам на l3 коммутаторе собственно коллеги если вас что-то не получается то пишите вопросы пожалуйста напишите еще в комментариях свои жизненные истории как вы сбрасывали пароли ну и может быть что-то у вас там не получалось то я с удовольствием тоже вам на них отвечу ну и помогу помогу кому это видео было полезным оцените его лайка собственно подписывайтесь на наш youtube канал где мы выкладываем всякие полезные мастер-классы по вашим заявкам поэтому коллеги если что-то не получается то пожалуйста напишите об этом и мы с удовольствием сделаем вот такой вот мастер-класс в таком вот формате лены байдуин где вы сможете это дело все банально просто повторить и у вас гарантированно все получится ну а кому интересна тема линукса сетей кибербезопасности программирования то я вас приглашаю к вам на курсы пожалуйста подавайте заявочки вы сможете на курсах систематизировать ваши знания проделать вот это все на практике да вот ну и что самое важное коллеги получить международные сертификаты и трудоустройство в больших международных компаниях почему ну потому что циска эта техника дорогая да то есть если бизнес нашел на маршрутизатор вот например вот этот маршрутизатор что я сегодня использовал он стоит четыре с половиной тысячи долларов то есть если бизнес нашел четыре с половиной тысячи баксов себе на маршрутизатор то они найдут и 1000 долларов вам на зарплату понятно вот поэтому нужно владеть вот такими вот технологиями ну и второй важный момент то что нужно быть специалистом на стыке технологии ну например сети добавьте сюда линукса и добавьте программирование это будет девупс инженер зарплата девупс инженера два с половиной тысячи долларов без опыта работы да пожалуйста можете проверить jubel . в этом коллеги приглашаю вас еще на курсы по линуксу это линукс 024 доллара две недели где мы этому учимся приглашаю вас на введение в девупс где 10 практических занятий вот по программированию в том числе и цисок да есть линуксов и api интерфейсов 10 занятий 24 доллара пожалуйста приходите подавайте заявочки все это дело проделаем вот такие вот планы у нас и у вас на ближайшее будущее собственно коллеги спасибо вам большое что были со мной на протяжении этих 20 минут мир дому вашему салам алейкум берегите себя и своих близких несите тяготы друг друга помните что сила в единстве на этом все до свидания